Большая вода нанесла в ряд экономики, хотя точных подсчетов пока нет, но ущерб очевидный. Это затопленные поля, техника, погибшие животные. Хотя Минсельхоз и заявил, что фермерам, чьи поля оказались в зоне паводка, продлят кредиты до двух лет, но проще от этого не стало. К тому же потери еще нужно подтвердить, и при этом ведомство не владеет информацией о точном количестве погибших животных. Ущерб, к слову, будут оценивать отдельно в каждом случае, и в целом паводок обнажил старые проблемы. Об этом говорят эксперты отрасли, и ситуация в сельском хозяйстве и так сложная. С вами программа «Мнение». Сегодня мы затронем актуальную за неделю и, пожалуй, не только проблему. То, что паводки и наводнения случились в нашей республике, конечно же, были неожиданными для многих чиновников, но все же можно было к этому подготовиться. При этом пострадало не только простое население, но и фермеры, аграрии и многие другие. Бизнес тоже оказался в убытке. О том, какие меры принимаются в отношении бизнеса, фермеров тоже, и в целом населения, какую поддержку обещает государство, и насколько велик ущерб на самом деле, мы поговорим сегодня с нашим гостем в студии. У нас в студии наш гость, председатель национального агродвижения Шанрак Алмазбек Садарбаев. Добрый вечер вам, во-первых. Ну и, конечно же, хотелось бы поговорить. Наверняка к вам фермеры уже обращались с проблемой, которая возникла в результате паводков, которая еще продолжается, к сожалению. Паводки — это последствия. А фермеры обращаются у нас с февраля месяца. Это все началось там. Вот джут, джут, джетагаин, у джута семь сестер. Вот первое, большой пласт снега, на этот снег наложился аномальное потепление, дожди. Это все обледенело, корку сделало, нереальные холодные перепады. И когда это все потеплело, это все плавно превратилось в вот эту стихию, и эта стихия на своем пути сметает все. Поэтому, как бы, немного даже обидно, что ли, что правительство, общество видит только последствия. Мы об этом говорили в феврале, мы на это внимание обращали. Уже тогда гиб массово скот в Павлодарской области, Акмолинской области, Карагандинской области, и самый большой урон нанес у Лутаусской области. Вот. И она дальше докатилась, вот эта волна, это все вторится в Монголии. Вот эта полоса прошла вот через нашу Сарарку, до Алтая и за Алтай. И китайская сторона тоже под этим атмосферным, ну, как природным катаклизмом, да? Да, вот под этим. Но мы об этом говорили заранее. Делали неоднократные обращения. Сам лично звонил министру, лично звонил министру и говорил, Айдербекса Павароло, происходит вот дождь, это аномально, это джуд. Надо уже делать привитивные меры, то есть обеспечивать, что было тогда необходимо, обеспечивать кормами, мобилизовать силы ветеринарной службы, управление сельского хозяйства. Я это с ним проговаривал. Он, да, выслушал, где-то был за рубежом, как бы отфутболил, и это все замяли. Единственный руководитель региона, который своевременно на это повлиял, это респект Аким Павлодарской области, Асаим Байханов. У него потежа скота минимум. Да, наводнение вот это все есть, но по животноводству у него самые минимальные потери. А в остальных местах очень-очень сложная ситуация, критическая ситуация. Это же люди, понимаете, мы как бы сидим здесь в теплом месте, там чиновники в Астане, да, а вот вчера познакомился с фермером, который, они 15 лет ставили хозяйство. Его в наследство досталось от отца. Молодой человек, для него лет 30, да, ему отец все это собрал, поставил, и он где-то 85-90% всего по голове потерял. Это 300 голов скота КРС, 100 голов лошадей, около более 200 голов МРС, и он это все потерял. Он остался ничем. Кроме всего, он потерял дом, имущество, кроме всего, потерял он кошары. И мы это рассказываем просто об одном случае. И этих случаев у нас, я уверен, тысячи. Тысячи, вот именно, потому что за вами стоят 50 и более тысяч фермеров. Вот на самом деле сейчас, как вы говорите, последствия, экологи тоже говорили, уже и КАЗ Гидромед говорит, вот мы предупреждали, чтобы вот паводки, но уже как бы опосля, как говорится. На самом деле, насколько велик урон, хотя, конечно, до конца еще не подсчитано, с какими вопросами, проблемами вот после этого случая уже обращаются к вам фермеры? Самая главная проблема. Ну, насколько велик урон, мне бы хотелось здесь, я обычно, в общем, не комментирую, но сейчас вот пару дней позволяю себе это делать, сравнивая. Сейчас, на сегодняшний день, правительство, местные исполнительные органы, они как бы в потоке, вот они сегодня надо спасать жизни, да, вот они этим заняты. И первые 7 заявили о 7 миллиардах тенге, и первые 3 миллиарда уже выделили. Но я их не обвиняю в этом, но я просто морально готовлю как бы общество, местную исполнительную, власти, да, не только местные, всех уровней, да, о чем, а к тому, что по моему прогнозу ущерб будет гораздо выше. Я простой пример приведу, история Хазлагаш. В частности, вот все, что происходило в Хазлагаше, я в тот период работал в том регионе, в Алматинской области, я прекрасно знаю, как это все делалось, какие были последствия, какие были ущербы, да. И вот по Хазлагашу там заявлялось около 15 миллиардов тенге, ущерб нанесен, ну, возмещение, все это было около 15 миллиардов, вот по Хазлагашу. Это построили 600 домов, это был восстановлен один мост, это была восстановлена дорога одна. Сейчас что мы имеем? Мы сейчас имеем более десятка сел, мы имеем, наверное, около тысячи домостроений, да, а может более, это я тысячу преуменьшаю, потому что это масштабно происходит на территории 10 областей, да? Больше даже, да. 12 областей, и я это просто с коэффициентом 10 умножаю. И по моему предположению, скорее всего, ущерб будет в районе от 150 до 200 миллиардов, чтобы решить, потому что это десятки мостов, это более, около 100 дорожных полотен разрушенных, да, я не говорю о личном имуществе, а скота погибла гораздо больше, чем в Хазлагаше, гораздо больше. И это будут решать, конечно, государства, но правительства, они должны быть готовы к этим цифрам. То есть вот эти 7 миллиардов, это первая, первая, первая ступенька в этом многоступенчатом механизме решения проблем. Я это вижу. А что касается фермеров, что мы имели в том же Хазлагаше? Мы имели, вот в этот раз успокаивает то, что это, ну, нельзя говорить мало или больше, там было 45 жизней, да, людей погибло. А сейчас это что-то в районе двух, трех, вот что-то такое, это тоже немало. Каждой жизни это бесценно. Но что касается другого материального, по животноводству я предполагаю около 50, это мой прогноз, сразу говорю, чтобы завтра на меня в суд не подавал Министерство сельскохозяйства или искали какие-то причины, да, я предполагаю около 50 тысяч голов животных будет потеряно, реальных животных. А что касается другого, то есть мы возьмем вот этот, как сказать, ареал распространения воды, если это правильный термин, да, ту территорию, где произошло эти наводнения, и те животные, которые были на территории наводнения, но остались каким-то чудом живы, они все потеряют приплод. То есть на этот год в тех регионах приплода не будет. Или тот приплод, который есть, он весь погиб, или тот приплод, который есть, он будет, у животных будет выкидыши. Это нанесет колоссальный ущерб как экономике страны, в том числе и экономике этих домовладений, этих владельцев, потому что уже на этот год у них не будет приплода. Мы с вами прекрасно знаем, Аулдах Адамдар живут вот тем, что у них есть животные, вот от ее приплода они начинают, вот осенью готовятся детей в школу, осенью надо готовить. То есть это для правительства уже на ум, детей надо будет на школу готовить уже правительству. У этих людей кроме имущества, если им восстановят дома, это будет хорошо, ничего не будет. Не будет у них дохода, они сразу переходят в разряд проблемных кредитов, потому что у нас закредитованность населения очень большая. За этот период еще чем-то надо жить. И когда правительство говорит, я опять делаю такой мягкий реверанс в их сторону, когда говорят о трех месяцах, это очень несерьезно. То есть здесь разговор, депутаты парламента правильно подали, каникулы по кредитам в тех регионах должно быть от двух до трех лет. То есть самое обидное, что мы просим пролонгацию кредитов, когда происходит ЧС, вот это все списывается. Потому что я прошу обратить внимание тех жителей, кто пострадал, вы возьмете в банковский договор, и в банком договоре есть момент такой, форс-мажорные обстоятельства. В форс-мажоре прописана война, революция и все прочее, и чрезвычайная ситуация. То есть в данном случае, надеюсь, агентство финансового надзора, Национальный банк будет на стороне жителей и согласно этих договоров абсолютно аннулирует эти все задолженности. Потому что это реально ЧС. Но в этой ситуации, возвращаясь вот к началу, Улутауская область ведет себя неадекватно, точнее, руководство Улутаусской области ведет себя неадекватно. По сегодняшний день, самое большое количество животных погибло в Улутаусской области, Аким до сих пор не соизволил заявить о чрезвычайной ситуации. Это прискорбно. Чрезвычайная ситуация, это решит кредитные проблемы. Чрезвычайная ситуация, вот в животноводстве, в растеневодстве люди взяли кредиты, люди взяли субсидии. И по этим требованиям, субсидиям, кредитам есть встречные обязательства, согласно которых ты должен сохранить поголовье животных. И вот все животные, которые погибли, завтра придут надзорные органы, проверяющие органы, и придут к фермеру и скажут, где твои животные. А он скажет, у меня погибли потоп, они скажут, а ЧС был объявлен? Нет. Значит, твои животные должны стоять. Обоснования нет. Обоснования нет. Будьте любезны, возвращайте в бюджет все субсидии, все кредиты. Это назревает очень серьезная экономическая проблема. Да, экономическая проблема есть еще в будущем проблема. Вот некоторые экономисты говорят, что это в будущем скажется на ценах, на социально значимые продукты, на дефиците, когда придется еще больше импорта ввозить, потому что своего будущего урожая и своего мяса уже будет меньше гораздо в разы. Вот такой риск существует? Я здесь с ними поспорю, потому что я, в частности, мы это обсуждали с коллегами у нас в агродвижении, и мы приходим к мнению, что в этом году, в следующем году повышения цен не будет, но оно будет через пару лет. Когда история войны с Россией и Украиной закончится, у нас начнется основная проблема. Сегодня Россия, она могущественная держава, аграрная держава. Всю свою аграрную продукцию она сбывает здесь, в Казахстане, и она демпингует, и сейчас мы не почувствуем в мясе, в зерне, в муке, в других продуктах, все аграрные продукции. Нас заваливает, мы это не почувствуем, за это пусть правительство, никто не переживает. Но, когда закончится история с войной между Россией и Украиной, вот тогда начнется реальная проблема с ценами. В лучшем случае, это через два, ну, такой оптимистичном случае, это через два года. Через два года эта волна, как раз вторичная волна нас накроет. И тогда аграрный Казахстан, он уже будет не аграрный. Фермеры из-за российского демпинга, из-за неблагоприятных условий, погодных условий, из-за малой поддержки со стороны государства, неравноценной, как в России и Украине, поддержки, у нас фермерство сократится с коэффициентом 2. И в этот момент мы будем вынуждены платить за аграрную продукцию России, Узбекистана, Кыргызстана с золотом. И тогда реально вот все критики, комментаторы аграрной отрасли, да, вот тогда они будут крокодилями слезами обливаться. И наше правительство, которое будет в тот период. Понятно. Ну, еще есть такое мнение бытует, что прежде чем, понятное дело, сейчас убытки, ущерб, но что возможно было такой метод еще раньше применять, как страхование. Как вы считаете, страхование? Отдельная боль, это отдельная боль. Помогло бы оно чем-то. И нынешнему министру, и предыдущему министру мы устали говорить, что в мире это все решается страхованием, да, аграрным страхованием в растеневодстве, в животноводстве. Но в нашей стране почему-то решили ее практически не заниматься и отдали на откуп одной компании. Это компания злополучная компания Холдау, которая под субсидием, помните, она была монополистом, да. И вот это Холдау разработал некую платформу, эта платформа только у них, и чтобы зарегистрироваться в этой платформе, там, я не знаю, страховать или что-то делать, фермер вынужден был платить там 40 тысяч тенге, да, это порою дороже, чем сама сумма страхования на юге. На юге 1, 2, 3, 5 гектаров у сельских жителей наших, да, в подворье пару голов, да, где страховка может стоить, ну, наверное, 2, 3, 5 тысяч тенге, да, за то, чтобы пользование этой системы, он должен платить 40 тысяч тенге, условно, где-то в этом районе, и это абсурд, и это допустило, министр, допустило Министерство сельского хозяйства, да, и нынешний министр Айдарвек Сапаров. Я в этом напрямую его обвиняю, если у него есть доводы, пожалуйста, я готов на вашей площадке, на любой площадке обосновать. В цивилизованном мире это все решается. Было неоднократное поручение главы государства, да, президента, решайте эту проблему системно, но, увы, министерству это все не указ, и эта проблема не решена. Ну, так, к слову о президенте, президент, когда приезжал в Западно-Казахстанскую область накануне тоже, он говорил, что будет ситуация и хуже. Вот, в той же Российской Федерации, которую упоминали сейчас тоже, и паводки, и реклинское водохранилище, которое могут сбросить еще больше воды, больше, чем когда бы то ни было за прошлые годы, потому что они вынуждены это сделать, но какие бы ни были причины, сейчас какой совет вы можете дать фермерам, потому что ситуация действительно, во-первых, пока не решилась, во-вторых, может стать хуже, как сказал уже сам президент. Какой-то совет, какой-то сейчас есть вот способ, либо просто набраться терпения и вынуждены ждать. Вы знаете, вот, если мы предположим, что наша страна его лихорадит, да, он находится в агонии, да, вот, пациент, и ее поставить на ноги одним словом или рекомендацией Алмазбека, да, некую инъекцию сделать, да, или одним словом указом президента, это невозможно. Это не, это не просто потоп сейчас идет, да, это не просто поводок, это поводок коррупции, это поводок несистемных решений, это джут в головах тех, кто сидят и топ-менеджеры, да, как в регионе, так на центральном уровне. Это все, это все, вот, как бы, все, все проблемные вещи, все, что допущено за эти 30 лет, это вот это, джут не на улице, вода не на улице, джут и все прочее, это в головах тех, кто принимает решения. То есть не только плотина прорвала, но и то, что проблемы, которые копились. Вода это стихия, стихии тысячелетия люди научились управлять, направлять и от нее защищаться, да, вы вот только что упомянули в Россию, да, Россию, да, в России я не вижу таких больших проблем, мы с вами абсолютно не видим, да, хотя она гораздо севернее, там осадков тоже было, наверное, в разы больше, но у них вот эти системы, ирригационные системы, водохранилища, там более-менее сохранено, да, и они, я думаю, легче выйдут. Это у нас, мы как-то старались уйти от плановой экономики к рыночной, но не до конца ушли к рыночной, но и в плановой не остались, да, мы где-то вот посередине. И в системе управления государства тоже остались у нас демократия, а ты коммунистическая партия, и вот где-то вот здесь, вот здесь. Поэтому это системная проблема, это системная проблема. Ну и думать, судя по всему, что картина может быть как-то и хуже, и то, что все напряжение, напряжение, которое росло, помимо воды, это все хлынуло уже в народ. Я имею в виду и коррупционные вопросы, и вопросы агроотрасли, всего в целом. Если мы немного вернемся к отрасли, это все люди видят, мне приходит масса таких, знаете, обращений, злобных сообщений, да, вот сейчас в соцсетях, до того ситуация накипела, кипит, и она будет нарастать, и это надо решать. То есть, уже сегодня, наверное, администрация президента, да, правительство занимается сегоднями оперативными решениями, но в администрации президента, там, у идеологов этого государства, да, надо заниматься уже стратегическими вещами на три месяца, на три года, да, что будем делать, как выходить из этой ситуации, да, что давать людям, да, не только вот в реале давать, да, а давать вот что-то, знаете, вот какие надежды, вот что, что системе менять, да, то есть, самое простое, это, мы же говорим, мы столько верили и говорили Жанна Казахстан, ну, наверное, теперь надо в реале осуществить Жанна Казахстан 2.0, иначе вот это все смоет. Ну, на этих словах мы вынуждены завершить, эфирное время ограничено, но, к сожалению, конечно же, мы вернемся еще к этому вопросу, к сожалению, потому что одним днем ясное дело это не закончится, и пока вот эта ситуация продолжается, не только паводковая, но и в целом ситуация в экономике, к сожалению, мы так и будем ее обсуждать. Спасибо за то, что уделили время, рассказали свою точку зрения, и самое главное, мы будем надеяться, что фермерам больше терпения и вам тоже, как представителю более 50 тысяч фермеров. спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова